Пензенская область Беданность и гордость сыновей твоих и дочерей В дружбе и сплоченности народной Предков мудрость, молодежи сила Красотой души сама природа Край наш сурский щедро одарила Пусть живет в веках судьбой счастливой Под бескрайним мирным небом синим Пензенская область Дом любимый Славная провинция России 4 февраля 1939 года На карте СССР появился новый регион Выделенный из состава Тамбовской области С частью территорий Куйбышевской и Саратовской С административным центром в Пензе Он объединил 38 районов Так родилась Пензенская область С самого начала ей повезло на людей Тех, кого в любой точке планеты мы называем с теплом и любовью Земляки И первыми из них стали два Александра Баталин и Кабанов Оба депутата Верховного Совета От Каменки и Пензы Они вели переговоры с соседними территориями Собирали письма и обращения трудящихся Благодаря которым решение об образовании новой области И было принято Народные избранники в 1939 году Не дали Пензе остаться простым уездным городком И заложили основу для большого будущего Сурского края И пусть наш сурский край не велик Всего лишь 200 на 300 километров И космический корабль Пролетает его за несколько секунд Для нас, уроженцев этого замечательного края Нет места Прекрасней и дороже Позывным Александра Самокутяева В космосе стало название Всемирно известного музея-заповедника Тарханы Имя Лермонтова для пензенцев имеет особую Можно даже сказать сакральную значимость Но и десятки других имен великих земляков Греют душу, наполняя сердце любовью к родине И гордостью за свой край Пензенскую область называют Культурной жемчужиной России За богатейшее культурно-историческое наследие региона Которое оставили нам наши предки Обладатели этого дара Мы ныне живущие Люди земли Пензенской Остаются верны своей родине И в горе, и в радость Так, успев только появиться на свет Всего через два года после своего образования Область вместе со всей страной Попала в годину тяжелых испытаний Во время Великой Отечественной Из Пенинской области В действующую армию ушли свыше 300 тысяч человек Погибли две трети Фронтовик, участник Сталинградской битвы И битвы на Курской дуге Владимир Кирханаджев В Пензе не родился, но за 40 с лишним лет жизни здесь Она стала для него родной Красивый город С раду и мне, и моей семье Моим дочкам, жене Все посетим, мы как урают В годы войны для наших земляков Тыл стал фронтом Здесь тоже приближали победу Трудовая доблесть Пензы По праву позволила нашим землякам Гордо именоваться гвардейцами тыла В Пензе собирали легендарную Катюшу И не только Обеспечивали бойцов продовольствием И обмундированием Среди которого особую ценность Имели пенинские валенки А на фронте другие валенки Музыкальные Прославляла наша землячка Великая Русланова Валенки 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 Она пела и у стен поверженного Рейхстага На которых наш земляк Иван Морозов Навеки высек слова А мы из Пензы Сегодня ставшие брендом Сего региона На фронтах Великой Отечественной Наши земляки Прославили Пенинскую область И в медицине Николай Бурденко Стал главным хирургом Красной армии Несмотря на то, что войну Встретил в 65 лет Перенеся инсульты Полностью лишенные слуха Более 30 тысяч операций Сделал другой наш Выдающийся хирург Аркадий Сойнов В Великой Отечественной Он не покидал родного Чимбара Но именно на его попечении Находились сразу несколько Ивакогоспиталей В трех районах Планку, заданную этими людьми Продолжают уверенно держать И сегодняшние медики В последнее время В последнее время Везде на первом месяце Здравоохранения И увеличивает финансирование Распоряжение врачей Масса диагностической аппаратуры И лабораторные исследования массы Мы об этом только могли мечтать Все для здоровья Здоровье для всех Этот девиз стал краеугольным камнем В деле народосбережения Со времени образования Пенинской области И то, что в 21 веке Наш регион стал одним из самых Спортивных в России Где формируют пульт Здорового образа жизни Не случайно Основы этого были заложены В прошлом столетии Впервые в большом спорте Пенза начала укреплять Свои позиции в конце 60-х Когда Николай Смага На Олимпийских играх в Мехико Завоевал бронзу по спортивной ходьбе Затем мировой рекорд по прыжкам в воду Установила наша землячка Ирина Калинина Позднее В ее арсенале будет более 50 золотых медалей В 76-м Золотым призером 12-х Зимних Олимпийских игр Становится пензяк-биатлонист Александр Елизаров Сегодня Пенза Родина 14-ти Олимпийских чемпионов Пензенская область Не только территория спорта Высших достижений Но и в целом Здорового образа жизни Богохранимая Пензенская область Ее стороной обошли войны, катаклизмы и стихийные бедства Эта счастливая судьба связана с тем, что в губернии много святых источников, чудотворных икон, чтимых народом праведников и православных храмов Особо выделяется Спасский кафедральный собор Восстанавливая историческую справедливость, его возрождают всем миром Строительство собора находится под патронажем главы региона и митрополита Пененского и Нижнеломовского Серафима Основу воссоздания первохрама Пензы заложили архипасты ресурского края, служившие у престола в новейшей истории региона Владыки Серафим, Филарет, Вениамин При них новые храмы стали появляться и в районах области Эта красавица церковь сегодня настоящее украшение села Ушин Казимичинского района Всего за полтора года в лихие 90-е ее построили на пустом месте ушинские бабушки В поисках средств наши землячки дошли до столицы, приемных патриарха и президента Поехали, записались, записали нас Там ковры-то вот такие-то, как подушки Его нету, вызываете Башкирёва, Верёйкина, заходите в этот кабинет Мы пошли, приходим Выцел приехали, да мы вот с Пензеновской области Храм строим, он нас тоже, мы на церквании помогаем Все, уехали Поехали к Кулужкову К Кулужкову приехали, его нету Пошли к Зариновскому, сказать, где Зариновская Ничего, ничего, денег у нас попросить, у нас ничего не получается Вот так у нас и продолжалось Эти у нас достают по Москвам, а мы тут все помогаем Ну хорошо, что народ у нас хороший, очень хороший, добросовестный Вот так и напросили на новый храм ушинские бабушки Еще раз доказав, что для наших земляков невозможного не бывает Причем как людей солидного возраста, так и юных Тут очень много школ, много садиков, я здесь расту Все тут друзья, Пенза хороший город Тут очень хорошо учат Учат не только новым знаниям и умениям, но и быть настоящим Восьмилетний Никита Копылов проявил не детскую отвагу И спас из огня двух сестер и брата В истории Пензенской области во все ее времена были и есть люди Которых гордо именуют героями Мужественные, патриотичные, готовые к самопожертвованию Почти 300 наших земляков удостойны звания Героя Советского Союза Более 40 пензенцев являются полными кавалерами Ордена Славы 12 уроженцев Сурского края Герои Российской Федерации Люди, главное богатство Пензенской области В которой проживает всего 1% ото всех жителей России Нелегким и непростым был путь, пройденный областью за 80 лет своей истории Но труд поколений преобразовал некогда аграрную, сплошь крестьянскую губернию Затерявшуюся в глубине России, в край промышленности, сельского хозяйства, высокой культуры При первом секретаре обкома партии, награжденном пятью орденами СССР Сергею Бутузову, значительно вырос промышленный потенциал Пензенского края Появились новые предприятия Были открыты научно-исследовательские центры Построены современные здания регионального правительства А первым звание почетного гражданина Пензенской области был удостоен Лев Ермин То, что он сделал для сурской земли, его современники сравнивали с заслугами Петра I для России При Ермине наш край вышел на пятое место в Союзе по аграрному производству Вместе с ним работал и другой фронтовик, тоже почетный гражданин Пензенской области Федор Куликов Открытие большинства памятников и музеев в Пензе За что город на рубеже 70-80-х годов прошлого века впервые получил звание культурной столицы российской провинции Связано с именем Георга Мясникова, главного идеолога Пензенской области на протяжении четверти века За открытие памятника первому поселенцу, который теперь является символом Пензы В год Олимпиады 80 Георг Мясников мог вполне расстаться с должностью и даже лишиться партбилета Но он рискнул и делал все, чтобы пензики не чувствовали себя провинциалами Более 20 лет занимал пост председателя область полкома Виктора Дорошенко Он стал одним из организаторов активного развития племенных хозяйств региона Строительства крупных животноводческих комплексов и птицефабрик Огромный вклад в развитие Пензенской области внес губернатор Василий Бочкарев, руководивший регионом 17 лет Мы сработали на будущем поколении Это я не себе делал, я для людей делал, для области делал, для значимости нашей земли Пензенская область сегодня является одним из динамично развивающихся регионов России Сурский край – это перспективная площадка, где работают, усиливая свои позиции И расширяя масштабы производства, крупнейшие компании с мировым именем В отрасли сельского хозяйства и переработки Дамате, Русмолка, Черкизово, Кохланд, Сюгден и другие Здесь выращивают рекордные урожаи и ввозят в оборот ранее неиспользуемые земли Пензенская промышленность – фарватере внедрения передовых технологий Наши предприятия активно осваивают производство импортозамещающей продукции Крупнейшие экспортеры – биосинтез, ППО ЭВТ имени Ревунова, завод ГРАС, пензодизельмаш, радиозавод, фанерный завод «Власть труда» Сертификаты соответствия европейским стандартам безопасности СЕ получила продукция завода «Станкомашстрой», не имеющая аналогов России Компания «Маяк» входит в двадцатку лидеров производителей бумаги в России А кластер «Биомед» занимает лидирующие позиции на рынке производства искусственных клапанов сердца Регион растет и строится На Пензенской земле возводятся новые современные благоустроенные жилые комплексы Детские сады, школы и спортивные объекты Пензенская область – это сплав вековых традиций, инноваций современности Это место, где живут в мире и согласии представители более ста национальностей Люди дела, люди науки, люди искусства, образования, медицины и спорта Достижения Пензенской области за 80 лет – это победы наших людей Наши общие успехи, за которые мы говорим друг другу честь и слава, дорогие земляки Наш сурский край, созвездие районов, у каждого история своя Но мы живем по одному закону, закону братства Мы – одна семья, и каждый в ней лишь об одном мечтает Пусть процветает Родина моя В свой юбилей торжественно шагает С веселой песней «Сурская земля» Мы в юбилей торжественны Исполним песню с гордостью И трянем дружно, весело Всей Пензенской областью Есть славная ростовская Великая иркутская Но все равно прекрасней всех Земля родная сурская Сурская земля Играет Каменский садор Да, Наринский мрак Ватинский напор Мудинская встать Свадская душа Сурская земля Как ты хороша! Городищенский, Лопатинский и Пачинский, Нижневомосский и Синский. Узкая земля, Бессоновская рассвет, Бьются родники в малой сердобе. Зелень и лесов, Твой сосновоск, Зеркало озер, Смотрится сердоск. Край чистым небом славится, И солнцу улыбается. Вам, Кавишкир, понравится, Макшан в душе останется. Кузнецкий встретит весело, Обжам и шейки песнями. С подлоном, с уважением, С любовным к вам почтением. Узкая земля, Нароча цветом, Галышевских птиц, Слышен унисон. Пусть в заречном лёд, Ваш лобово снег, Ген за нас теплом, Обогреет всех. Пусть в заречном лёд, Ваш лобово снег. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в преддверии главного праздника Для всех жителей Пензенской области, В этом зале собрались те, Кто родился на нашей прекрасной земле. Те, чья судьба была связана с Урским краем. И, конечно, гости, Которые приехали, чтобы поздравить нашу Родину с юбилеем И разделить радость этого значимого для нас события. 4 февраля Пензенская область отпразднует своё восьмидесятилетие. 80 лет динамичное развитие и движение вперёд. 80 лет военные и трудовые подвиги наших земляков. Достижения в сельскохозяйстве и промышленной индустрии. Спортивные и творческие победы. У Пензенской области много поводов для гордости. Достойны уважения и восхищения страницы её истории, Выдающиеся личности, Свершения и успехи во славу своей Родины. На таких регионах и держится Россия! Государственный флаг Российской Федерации и флаг Пензенской области внести! Пензенская область 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 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров Пензенская область Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Иван Александрович, уважаемые Владимир Александрович, коллеги! Поздравляю вас с праздником, с юбилеем Пензенской области! 80 лет ярких, запоминающихся событий История Пензы и Пензенской области – это история России Убежден, что наша совместная работа придаст новый необходимый импульс развитию региона И мы последовательно и упорно будем добиваться главной цели реального улучшения жизни людей Что особенно важно для реализации майского указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Пензенская область – это сохранение традиций Забота о культуре, сельское хозяйство, бизнес, наука Это часть биографии Лермонтова, Радищева, других выдающихся деятелей Отечества Здесь, в Пензенской области, есть несомненные достижения в экономике, в образовании, здравоохранении, в промышленности Здесь мирно соседствуют люди разных национальностей и вероисповедания Почему это так? Потому что вы отзывчивые и добрые, целеустремленные труженики Вы спокойно изо дня в день делаете все, чтобы область развивалась Чтобы жизнь становилась более комфортной, безопасной и счастливой Чтобы дети хотели здесь жить и работать Пензенская область 21 века – это динамично развивающийся регион современной России Вы – ведущая аграрная агломерация по Волжье И ваш регион не только полностью обеспечивает собственные потребности, но и поставляет свою продукцию за рубеж Более 14 миллиардов рублей инвестировано в 2018 году в агропромышленный комплекс Это существенная цифра, которая складывается из масштабных инвестиционных проектов крупных производителей Активно развивается региональная инновационная инфраструктура Принято современное законодательство, закрепляющее прогрессивную систему налоговых льгот И сегодня в 12 областных бизнес-инкубаторах работает 183 резидента Высокий потенциал сохраняется и в промышленном комплексе Около 250 крупных и средних предприятий, более 2600 субъектов малого бизнеса, где работает свыше 87 тысяч человек За 2011 и 2017 годы индекс промышленного производства вырос на 155 процентов Это первое место и лучший показатель среди регионов Приволжского федерального округа За последние несколько лет в регионы построено 13 новых детских садов и 6 школ Более 800 талантливых ребят учатся в технопарке Квантуриум, осваиваемой робототехнику, промышленный дизайн, био и нанотехнологии, IT и хай-тек Это принципиально важно, ведь дети придут нам на смену, и именно они будущие нашей страны В Пензенской области серьезная спортивная база, более 4000 спортивных сооружений и это тоже приносит свой результат То, что я перечислил, это не просто сухие цифры отчетности Это ваш труд Ежедневная работа сотен тысяч жителей региона Уверен, что вместе мы обязательно сделаем еще больше Я поздравляю вас с 80-й годовщиной образования Пензенской области И желаю вам, всем, кто здесь живет, счастья и благополучия Новых успехов на благо нашей Родины Единой, сильной и процветающей России Спасибо Решение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе За многолетний добросовестный труд в системе атомной промышленности Значительный личный вклад в производство уникальных образцов техники Предназначенный для обеспечения государственной безопасности Российской Федерации Награжден почетной грамотой полномочного представителя Байдаров Сергей Юрьевич Генеральный директор акционерного общества Федеральный научно-производственный центр Производственное объединение «СТАРК» Имени Проценко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Высокий профессионализм при организации и оказании лечебной и лечебно-профилактической помощи Объявлена благодарность полномочного представителя Митрошиной Светлане Юрьевне Главному врачу государственного бюджетного учреждения Областная психиатрическая больница имени Евграфова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За многолетний добросовестный труд в системе средств массовой коммуникации Высокий профессионализм и добросовестное исполнение обязанностей Объявлена благодарность полномочного представителя Соляевой Людмиле Владимировне Редактору государственного автономного учреждения Пензенской области Редакция газеты «Куранты. Маяк» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Игорь Анатольевич! На сцену приглашается министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев. Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником, 80-летием Пенинской области. Этот день многое значит для тех, кто гордится своей малой родиной, отдает свои силы и знания служения ей. Все, кто здесь рожден, где бы они ни находились, чем бы ни занимались, объединяет чувство любви к родной земле, к гостеприимному дому, который стоит на крепком фундаменте, заложенном поколениями наших предков. Нынешний юбилей – прекрасная возможность еще раз вспомнить историю Сурского края, его самобытную культуру и традиции. Выдающиеся имена, события, уникальные памятные места, они стали неотъемлемой частью национального наследия. И, конечно, особо хотел бы отметить героический подвиг жителей Пенинской области в годы Великой Отечественной войны. Их большой вклад в победу нашей страны. Богатый человеческий потенциал, стремление людей добросовестно трудиться и сегодня является залогом процветания и благополучия региона. Приятно видеть, как он преображается. Развивается сельское хозяйство, промышленность, создается новая инфраструктура. Праздник – это всегда хороший импульс для дальнейшего роста. Главное – поставить смелые масштабные цели. Вне сомнения нашей общей задачей остается формирование комфортной, достойной среды для каждого жителя. Условий, при котором граждане в любое время будут чувствовать себя в безопасности и дома, и на улице. Убежден, что вы продолжите традиции созидания и впишете еще немало ярких страниц в истории области. Горжусь, что родился и вырос на Пенинской земле. Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю свой родной край. Желаю вам сегодня крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Родины. О завершении хотел поблагодарить губернатора Пенинской области Белозерцева Ивана Александровича за работу, которая проводится в области по укреплению правопорядка. И вручить ему памятную юбилейную медаль 300 лет российской полиции, потому что в прошлом году мы тоже, наше ведомство, отмечало юбилей 300-летний, что я с гордостью и хочу ему вручить. Ну и, конечно, какой праздник не бывает без памятных подарков. Медаль МВД России. 300 лет российской полиции. Вручается губернатору Пензенской области Ивану Александровичу Белозерцеву. Спасибо, Владимир Александрович. Уважаемый Иван Александрович, просим остаться вас на сцене. Слово предоставляется губернатору Пензенской области Ивану Александровичу Белозерцеву. Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемый Владимир Александрович, уважаемые гости, дорогие земляки. Сегодня на Сурской земле большой праздник. Мы отмечаем 80-летний юбилей нашего региона. Пензенская область сегодня один из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации с высоким инвестиционным потенциалом. Наши промышленные предприятия известны далеко за рубежом, а аграрный сектор уже не один десяток лет держит лидерство по многим очень значимым показателям. Пензенское образование позволяет развивать разносторонние таланты наших детей и внуков. Каждый житель области имеет возможность заниматься спортом и физической культурой. Приоритетным направлением работы органов власти Пензенской области является совершенствование системы здравоохранения, технологии лечения и диагностики. Всего 10 лет назад доступные ограниченному кругу людей в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга сегодня с успехом массово применяются в пензенских больницах. В основе всех современных достижений нашего региона это труд предыдущих поколений. Пензенская область это героическая земля. В годы Великой Отечественной войны на борьбу с ненавистным врагом ушло более 300 тысяч наших земляков. 200 тысяч из них не вернулись в свои семьи. Всему миру известны великие героические подвиги пензенцев. Пенза приняла десятки промышленных предприятий, дала кровь тысячам эвакуированных жителей Советского Союза. Здесь ковали победу на заводах, фабриках и в поле. После Великой Отечественной войны Пензенская область совершила грандиозный рывок в своем развитии. В этом зале сегодня на почетных местах сидят ветераны, которые создавали славу и богатство нашего региона. Работали вместе с Львом Борисовичем Ерминым, Георгом Васильевичем Мясниковым, Виктором Карповичем Дорошенко, Федором Михайловичем Куликовым, Александром Евгеньевичем Щербаковым, Василием Кузьмичем Бочкаревым и многими другими известными руководителями советской эпохи и современности. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за созидательный труд, за самоотверженность в работе, за то, что вы превратили провинциальный регион, считавшийся отстающим и депрессивным в свое время, в регион, который демонстрирует сегодня рост по многим направлениям стально-экономического развития, в регион с хорошим будущим. В Пензенской области живут представители более ста национальностей, каждая из которых вносит свой весомый вклад в формирование уникального многообразия сурского края. По мнению академика Дмитрия Лихачева, именно наше культурное наследие делает регион важнейшим центром культуры русской провинции. С Пензенской землей связаны имена известных поэтов и писателей, актеров и режиссеров, художников, музыкантов, ученых и государственных деятелей. Книгу памяти Пензенской области вписаны многие великие имена первого командующего воздушно-десантными войсками страны, дважды героя Советского Союза Василия Глазунова, изобретателя первых советских ИВМ, ученого Башира Ромеева, погибшего за Отечество и православную веру солдата Евгения Родионова, которого народе почитает как святого мученика. Страницы истории продолжают писать наши известные земляки, прославляющие родной край. Сегодня в этом зале министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев, герой России, герой России, летчик-космонавт Александр Михайлович Самокутяев, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова и многие дружки и уроженцы Пензенской области. Спасибо вам. Уверен, что еще немало представителей молодого поколения, тех, кто родился в Пензе, заявят о себе, что многие великие свершения еще впереди. 80 лет для региона страны совсем небольшой срок. Пензенская область совсем молода, а значит активна, работоспособна, открыта всему новому. Здесь живут люди, которые любят и умеют работать, творить, созидать. Юбилей региона мы встречаем с достойными результатами по ряду показателей в различных отраслях, дорожном строительстве, сельском хозяйстве, развитии малого и среднего бизнеса. Мы находимся на лидирующих позициях не только в Привозском федеральном округе, но и в Российской Федерации. Два дня назад, подвойдя итоги дней Пензенской области в Совете Федерации, Валентина Ивановна Матвиенко прочла стихи Евгения Евтушенко, посвященные Пензе. Я хочу вам их напомнить. В Пензе вся история России, вся ее таинственная наядаль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль. Дорогие земляки, мы жители этой замечательной гостеприимной земли. Здесь будут жить наши дети и внуки. И я уверен, что будущее Сурского края зависит только от нас, от нашего желания, умения сделать его процветающим. Пусть у нас всегда будут силы на новые проекты и масштабные свершения. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, благополучия, успехов и процветания нашей земли пензенской. Спасибо, что вы здесь сегодня в этом зале. С праздником! Для вручения почетного звания почетный гражданин Пензенской области на сцену приглашается председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин. Звание почетный гражданин Пензенской области присвоено генеральному директору открытого акционерного общества «Маяк» в Донину Василию Алексеевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Звание почетный гражданин Пензенской области присвоено члену Совета ветеранов правительства Пензенской области Лагуткину Николаю Васильевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Иван Александрович и Валерий Кузьмич. Уважаемые друзья! Слово предоставляется председателю комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Владимировичу Мельниченко. Уважаемый Иван Александрович, уважаемые земляки, и разрешите от имени Совета Федерации всех поздравить с 80-летием Пензенской области. 80 лет – это серьезный юбилей. Пензенская область вошла в Великую Отечественную войну аграрной, губернией аграрной областью. Вышла из Великой Отечественной войны промышленным регионом, который давал для фронта победу. И всю историю нашей области мы шли только вперед. Мы строили советскую промышленность, мы поднимали сельское хозяйство. И очень хорошо, что во главе нашего региона всегда находились люди, которые были настоящими лидерами, которые умели принимать решения. Так было всегда, так есть и сейчас. И очень, наверное, весомо, что именно 80-летний юбилей нашего региона Пензенская область отметила свои, провела свои дни в Совете Федерации, фактически открыв год презентации регионов нашей страны в Верхней Палате Парламента. У меня есть поручение Валентины Ивановны Митвиенко. Я хочу его выполнить и вручить почетной грамотой и благодарность Совета Федерации нашим землякам-пензенцам. Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации награждается министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Георгиевич Гришаев. Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации награждается директор государственного бюджетного учреждения Пензенской области аэропорт города Пензе Юрий Иванович Осколков. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации награждается депутат Пензенской городской думы Жиганша Зинатулович Дуктаров. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации награждается ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт регионального развития Пензенской области Ольга Федоровна Федосеева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации объявляется заместителю председателя правительства, министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Вячеславовичу Бурлакову. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляется директору государственного казенного учреждения Центр занятости населения Вадзенского района Пензенской области Сергею Васильевичу Заводаеву. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляется в педагогу дополнительного образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города Кузнецка Виталию Борисовичу Мартышову. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляется заместителю начальника научно-исследовательского отделения Акционерного общества Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт Илье Михайловичу Церкину. Памятный набор медалей Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 25 лет вручается почетному гражданину города Пензы Александру Серафимовичу Калашникову. Александр Серафимович был одним из первых членов Совета Федерации от Пензенской области, поэтому особое поручение Валентины Ивановны 25-летию сайта Федерации были выпущены специальные памятные медали Я поручение выполнил Александру Серафимовичу, нашему уважаемому памятную медаль вручу. Спасибо, горжусь, что я родился в Пензе. На сцену приглашается председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Леонид Леонидович Левин Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемый Владимир Александрович, уважаемый Иван Александрович, продушный хозяин сегодняшнего праздника, дорогие друзья, уважаемые гости, разрешите от лица Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации сердечно поздравить вас с круглой знаменательной датой и 80-летием образования Пензенской области. Немало ярких страниц писал Сурский край в славную летопись нашей страны. Щедрая Пензенская земля подарила Отечеству известных военачальников, видных деятелей науки, литературы, искусства, культуры, просвещения, медицины, спорта. Лермонтов и Белинский, Куприна и Радищев, Бурденко и Филатов, Глазунов и Кижеватов. Перечислять достойнейших людей, чей жизненный путь начался здесь и фамилии которых сегодня знает вся страна, можно еще долго. Благодаря добросовестному труду многих поколений, Пензенская область сегодня входит в число регионов, где стабильно развивается промышленность и сельское хозяйство, культура и спорт. Сурский край занимает заметные позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности, является бесспорным лидером в Приморском федеральном округе по темпам роста аграрного производства. Продукции, произведенные здесь, успешно экспортируются в более чем 70 различных стран мира. Все, что было достигнуто, сделано вами. Спасибо за труд, за преданность родной земле. Уверен, опираясь на замечательные традиции созидания и творчества, жители области смогут успешно трудиться, повышая личное благосостояние и делая вклад в развитие региона, содействовать решению важнейших общенациональных задач. Желаю вам здоровья, счастья, любви, успехов во всех делах и начинаниях по благо Пензенской области и всей России. И еще. Сегодня мы отмечаем 80 лет, но здесь звучит важная фраза о Сурском крае. Я не случайно в приветственном адресе от Государственной Думы говорил именно о людях, которые родились задолго до образования Пензенской области. Все они жители. Сегодня у нас появляется повод отметить юбилей Пензенской области, но мы должны помнить, что Сурский край начинался намного раньше. И все эти люди тоже часть сегодняшней Пензенской области. И спасибо губернатору Иван Санчу за то, что он делает все, чтобы сохранить историю и память об этих людях сегодня. Спасибо. Почетной грамотой председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи награждаются Повар стационарного отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения Ваденского района Екатерина Михайловна Ганина Специалист по социальной работе отделение срочной социальной помощи муниципального бюджетного учреждения Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям Любовь Владимировна Комшукова Машинист бумагоделательной машины бумажного производства открытого акционерного общества Валерий Анатольевич Макшанцев Заведующая поликлиникой Ваденской участковой больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижнеломовского межрайонная больница Любовь Васильевна Озернова Спасибо, Леонид Леонидович На сцену приглашаются Председатель Государственного собрания Республики Мордовия Владимир Васильевич Чебиркин и Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухамедшин Коллега уступает мне возможность первым сказать искренние поздравления от души с 80-летием области замечательных наших соседей от жителей Республики Татарстан и ее руководства с добрыми пожеланиями дальнейших успехов Вашей деятельности АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Игорь Анатольевич, Иван Александрович, коллега Валерий Кузьмич, Владимир Александрович, наш дорогой министр федеральной, дорогие пензенцы Мы всегда, вот я лично третий раз в этом зале и для себя сижу и думаю И когда сложно было, трудности были И когда радость все-таки Пензенская область и Татарстан вместе С этого зала мы провожали нашего Кузьмича в последний путь С кем долго и давно сотрудничали Здесь мы отмечали другие юбилеи И вот сегодня отмечаем восьмидесятилетие У нас у Татар есть поговорка Как перевести Сосед должен быть лучше, чем ты сам Хотя соседи не выбирают Нам повезло Но мне не очень В отличие от Владимира Александровича Колокольцева Я не могу сказать, я горжусь, что я родился на этой доброй земле Пензенской Я родился рядом с Пензенской областью в Татарстане И рад тому, что мы живем очень дружно, согласованно И год от года растет товарооборот между нашими субъектами Я сегодня чуть пораньше прилетел Думаю, дай-ка поеду в самую крупную татарскую деревню в Европе, мне говорят Я думал, в России, а, кажется, в Европе Еллюзань, средняя Такой дружный народ Такой предприимчивый народ Двенадцатую мечеть уже открыли Я говорю, тут у вас муфти между собой ничего? Нормальное отношение? Нет, говорит, как мы с православными живем в мире и согласии Так и у нас в нашей деревне Мир, покой, согласие И очень признательный Иван Александрович Вам, как руководителю этой области За то, что вы создаете такие условия Гармоничного развития людей Разных национальностей Разных конфессий В этом залог ваших успехов АПЛОДИСМЕНТЫ Я Привез Иван Александрович в ваш адрес В приветствии нашего президента Рустама Нургалевича Мениханова Но лучше, чем написано, не скажешь Видимо, большая группа творческих работников писала АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этот праздничный день Желаем всем жителям Пензенской области Радости и вдохновения Энтузиазма и успеха во всех начинаниях На благо родной земли Крепкого всем здоровья, мира и счастья Заканчивает президент Республики Татарстан АПЛОДИСМЕНТЫ Я присоединяюсь к этим словам АПЛОДИСМЕНТЫ Немножко завидую Потому что, как вам удаются все ключевые посты В Совете Федерации и в Государственной Думе Ваши представители нам, татарам, там места не остается АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, такой выдающийся народ Трудолюбивый народ Живет на этой земле Мы гордимся этим Мы соперничаем с вами Мы ревниво смотрим, как вы развиваетесь в экономике В сельском хозяйстве, в промышленности И в других областях В здравоохранении Я сегодня с коллегой из здравоохранения Много разговаривал Во многом преуспели И дальше так держать К столетию готовьтесь Чтобы долгожителей было больше на пензенской земле Во имя Великой России С праздником, с юбилеем В Татарстане, Иван Александрович В этом году, в ушедшем году, в 18-м Три объекта в Казани Попали под охрану Всемирной организации ЮНЕСКО Это Остров Град Свияжск Восстановленный нами Это Болгарские Городища Древних Болгар А вы знаете, что имеем Государственность с тех времен И Казанский Кремль Запечатлели Вот на этой картине Иван Александрович, позвольте вручить АПЛОДИСКО 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 НОВЫ Richard Ну Я вам хочу сказать Уж как мы ревниво смотрим Так развивается Татарстан Ну Поверьте А в этом успех Обоих субъектов Но я скажу вам За миллион Рубелей Купили из Саратова Коня КОТОРЫЙ Обскакал Нашу лошадь АПЛОДИСКО 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 Уважаемые Игорь Анатольевич, уважаемый Владимир Александрович, уважаемый Иван Александрович, Валерий Кузьмич, уважаемые пензики, жители Сурского края. Разрешите от жителей Республики Мордовия, ваших соседей, от руководства Республики поздравить вас с 80-летием образования Пензенской области. 80 лет – это очень важная тата для каждого, кто родился, вырос и сегодня трудится на этой земле. Было много прекрасных слов сказано сегодня уже до меня, какую роль играет Пензенская область в развитии нашей страны. За том вкладе, который она на протяжении всей истории вместе с Россией делала нашу страну мощной, богатой, праздникой. Имена многих ваших писателей, ученых, военно-начальников, просветителей, деятелей искусства и культуры, спортсменов знает весь мир. Мы видели это в фильме. Но я хочу слова глубокой благодарности сказать, что на вашей земле здесь живет и трудится самая большая диаспора Мордовии. Мордва – 50 тысяч населения проживают в Сурском крае. Они сохранили свою культуру, свой язык, за что всем вам большая благодарность. Я хочу слова особой благодарности сказать, что вот то сотрудничество, которое сложилось у нас, вот доброе между соседями, мы учимся друг у друга, передаем опыт самый лучший. Наши предприятия, сельскохозяйственные предприятия, промышленные предприятия не только конкурируют, но и делят своими достижениями во благо для того, чтобы в каждом регионе был порядок и больше большие достижения. Безусловно, я хочу поблагодарить всех вас, особенно строителей, которые внесли большой вклад в подготовке Чемпионата мира по футболу в нашей республике, в городе Саранск. Спасибо вам. Я хочу пожелать всем вам здоровья, счастья, мира и добра. А Пензенской области – просветания на благо России. Спасибо. Я бы хотел еще пригласить, я два адреса привез, от главы республики и всему народу вручаю его, Наталья Александровича, вам. Безусловно, своему коллеге, Валерию Кузьмичу, законодателю, который является у нас сегодня возглавляет Ассоциацию законодателей Приволжского федерального округа, чтобы мы очень много делаем общего для развития нашего Приволжского округа. И вот это замечательная картина – уголок нашего города, который вы помогали сделать красивым, прекрасным, уютным. Спасибо вам. Спасибо, уважаемые гости, за теплые слова и поздравления. Мы надеемся, что дружеские отношения между нашими регионами сохранятся на долгие годы, а поводом для совместных встреч будут только радостные события. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Пензенской области – вынести! Официальная часть торжественного мероприятия закончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова